Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На мужском голосовании проект покинул новенький Сергей Смирнов. Также под ударом оказались Влад Малеванов как одиночка и, что удивительно, Семен Фролов. У него было всего на один голос меньше, чем у Сергея. Кстати, перед голосованием Фролов очень не вовремя расстался с Татой Абрамсон, с которой они совсем недавно объявляли себя парой. Семен пишет о весьма странной причине расставания. «Расстались с Татой именно из-за этого образа. Тате стало страшно, что она живет со мной. Не хочу больше ее пугать, и мне нравится, что я снова свободен». На проекте новая участница, ее зовут Татьяна, ей 22 года, пришла к Денису Козловичу. Она была знакома с Денисом до проекта и видела его в других отношениях, более искренних, нежели с Король. Кстати, эту девушку мы уже могли видеть на фотографиях, она была в гостях в баре на Сейшелах. Вика Романец купила себе автомобиль. Чтобы ее не обвинили во вранье, как это всегда бывает, она выложила в сеть чеки и права на вождение автомобиля. Оля Жемчугова отдыхала в баре в компании Эллы Сухановой и Саши Гозиас. «Пока наши мужчины на поляне», – написала она, – «мы гуляем». Подписчики пишут Оле в комментариях, «Неужели муж тебя отпустил? Ничего себе! Ну, Олечка, упреков потом не оберешься». Яна Шофеева и Андрей Черкасов расстались, они не сошлись характерами. Всего несколько дней назад они впервые провели ночь вместе, и вот результат. А вот Катя Гужвинская и Вова Гаути снова вместе. Катя сообщила об этом между делом, как о каком-то пустяке, рекламируя свой новый костюм. «Это крутой костюм, очень мягкий и удобный, и Вове понравился. Кстати, мы с ним помирились». После отчетного концерта Денис Козлович разочаровался в очередной раз в Кате Король. Она устроила провокацию, станцевав мерзкий развратный танец с двумя парнями и снова поцеловалась с Тимуром в танце. «Я не хочу жить с девушкой, которая способна на предательство». Ну и Катя ему ответила, «Многие за этот номер меня осудили, особенно Денис. Он заявил, что ему можно в танцах позволять себе поцелуи, а мне нет». А многим участникам проекта мой номер понравился. В восторге все парни в мужской. «Жить по шаблону мне неинтересно, а прогибаться я не собираюсь». Кстати, в сети ходят слухи про Дениса Козловича и преподавателя танцев Наталью Бичан. Якобы у них договоренности, знакомы они были задолго до начала школы актерского мастерства. Как вы помните, Денис, который является прекрасным танцором, появился на проекте как раз к началу этого танцевально-актерского нововведения на проекте. А также Бичан и Козлович часто уединяются, потому что они знакомы друг с другом давным-давно. Татьяна Владимировна продолжает получать подарки ко дню рождения, который она недавно отметила. «Чудо продолжается», – пишет она, «мне дарят подарки и дарят, а вы говорите, что не звезда, и вам за меня стыдно. Оказывается, народ все понимает и различает, где юмор и сатира, а где и Татьяна ваша». Девушки, бывшие участницы проекта, экспериментируют со своей внешностью. Либерш к подону сменила цвет волос и прическу. Комментарии в ее адрес в основном лесные. Оксана Рязко коротко подстриглась. Ее ждал шквал негативных комментариев, на которые Оксана ответила так «Хватит критики! Мне нравится моя стрижка! Слышу только баба-мужик, мальчик, лесбиянка! Вы что, с ума сошли? Народ, будьте добрее, и мир вам улыбнется!» На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!